Я вот сказал бы еще по поводу нагальцев, я же ездил недавно, последний раз, это было с 12 по 28 декабря, вот я был в командировке в Скокумске. Честно говорю, я, если бы я там жил, то я бы не знаю, что я делал, я бы, наверное, бегал там, как угорел от Махачкалы до Ставрополя. Какого хрена на моей земле, да, вот просто едешь по дороге, вот видишь маленькое озерцо, туда сливается пластовая вода. Чтобы вы понимали, что такое пластовая вода, это по сути вода из-под земли, из миллионов километров вниз, из полутора-двух тысяч метров вниз. Вода эта вся смешанная с нефтью, смешанная с разными солями вредными, это просто сливается все в степь. Вот и люди просто живут в этом, да, и я не видел, чтобы кто-то об этом говорил в интернете даже. Просто идешь, все вытоптано, землю копать, даже вот я в июле ездил, землю копать даже лопата невозможно, потому что так как можно просто вырезать из нее болгаркой кирпичи и дом строить, вот такой вот песок. То есть я честно не знаю, почему даже видео не снимаю, да, почему нету обращений, почему нету каких-то инициативных групп. Вот, например, я видел, по-моему, ингушских старейшин, двух или трех человек, которые сидели на лавочке возле Кремля, по поводу вот этой вот ситуации, по-моему, в Ингушетии последней. Или какой-то другой кавказский народ, честно не могу вспомнить. Вот какая-то проблема была на Кавказе. Просто старейшины пришли, сели возле Кремля и постоянно напоминали, значит, своим видом, да, своим присутствием, что наша проблема существует. Просто даже вот такие вот элементарные шаги. Я вот не вижу, что люди, составляющие большинство в этом районе, сколько там, 70-80 процентов, да, если сколько низко отметать. Кочубей, по-моему, уже не Ногайский район, да? Кочубей? Да. Ну, Владимир Ногайский, честно говоря, сам-то не там вырос. По-моему, нет. Ну, там Ногайцы там живут, да. Ну, да, там. Это степь Ногайская. Да, то есть не поднимается проблема даже элементарно проводку провести. Вот со мной жил, когда вот я там работал, у меня был коллега по квартире, вот они вместе с товарищем ремонтировали энергосессию в Ногайском районе, ездили на самые дальние кошары, на Улы и просто видят, что там со времен Андропова ничего не ремонтировалось. Вот эти все старые трансформаторы стояли, это все и стоит. Народ, грубо говоря, живет раз через раз, да, там с электричеством. И просто это все, даже без электричества, да, люди живут. Вот я не знаю, как на все реагировать, честно, у меня такой крик души был, да, обидно за братский народ, что вот такие условия, да, по сути, полупещерные, искусственно властью создаются, да, и не решаются. И народ просто сидит, и как будто это все нормально. Мне, честно, это задело. Лично я вот даже сейчас голос повышаю, да. Я нормально не могу на эту тему говорить. Вот, и так вот, по сути, единственная территория, где вот можно свои права стоять, и, да, это, по сути, Ногайская крепость, да, должна быть чем-то. Потому что короногайский диалект – это литературный, значит, язык ногайский. Это, по сути, кузница сейчас настоящих патриотов, да, ногайского народа. И почему это сейчас вот не решается, проблемы? Я вот не спрашиваю сейчас, может, ты ответишь, может, нет, но чисто вот, чтобы я знал, может, сейчас ногайцы меня смотрят. Честно, вот не знаю, почему эти проблемы просто даже о них не говорят. Я вижу постоянно, что там, значит, башкиры что-то там узурпируют, что-то там казахи узурпируют. Просто сливать ногайцев в этнизм и в споры с остальными нацами, мне кажется, это преступление по отношению к тем людям, которые там живут. Потому что тем людям, в первую очередь, нужно, чтобы их голос... звучал как можно выше. Потому что Махачкала их не слушает, как я понял. Постоянно нас лекторное совещание проводят по поводу отгонного животного. Это вот последнее было, по-моему, в январе или феврале. Просто сели, поговорили. Даже резолюцию ничего не приняли. Просто поговорили, сели и ушли. Просто для галочки, да, по местному там телевидению, чтобы отметиться. Ничего, эти проблемы не решаются с 50-х годов, да. Когда вся тема началась. А с 90-х, тем более, когда круглогодичный выпуск начался, это все уже просто-напросто землю, просто... Из земли сделали просто один большой кирпич. Я не знаю, как там вот весной что-то растет. Но говорят, там маки красивые растут. Слава богу, что хоть что-то растет. Просто я не знаю. В Ставрополе точно такая же проблема. Я в Ставрополе тоже проезжал. Там, когда едешь вплоть до Минвод, там земля тоже как бы не в лучшей кондиции. Даже по сравнению с многайскими землями в Дагестане. Понимаю, что субъектно народ искусственно разделили при Хрущеве. Понимаю, что сейчас не самое лучшее время в плане того, что у России проблем хватает. Тем более поднимать этнические проблемы. Тебе просто могут не то, что внимания не обратить. В лучшем случае еще последствия какие-то будут. Но просто в интернете, в Ютубе. Давать интервью, значит, брать интервью у людей, которые там живут. Подписывать петиции, обращения. Оппозиционные партии, например, в Дагестане очень хорошо коммунисты работают. Несмотря на все огрехи коммунистов в нашей истории казахстей. Просто любые, даже какие-то инструменты партийные. Коммунистам же тоже, например, выгодно, грубо говоря, Путина обосрать. То есть вот тебе, пожалуйста, компромат. Что ты в Ногайском районе, грубо говоря, позволяешь махачкалинским властям вытворять. То есть очень много механизмов. Я не знаю, я просто молодой, мне еще 26 лет, 27 лет. Что я могу посоветовать? Люди, которые профессионально на районном уровне, на республиканском уровне этим занимаются, им намного легче. У них есть связи, у них есть опыт работы. Я не знаю, почему это не проводится. Честно, я там был, у меня слезы на щеках просто. Я не знаю, как это все выразить. Вот, я бы чисто эмоции идут. Я сейчас даже, не знаю, не могу слова подобрать. Можно сменить тему, но я не знаю, какие еще комментарии дать на эту тему. Но тема очень меня задела, подчеркиваю. И братьям Ногаеву советую в первую очередь. Все остальные вопросы вообще на десятый разряд отмести. Тема истории никуда не денется. Значит, тема, кто кого, как называл, тоже никуда не денется. Но самый настоящий вопрос, это проблема земли, проблема ее качества. Значит, проблема статуса многогайского языка и его преподавания. Куда, куда еще, как бы, больше. Да, слава богу, да, мы, там, не какие-нибудь там европейские гомосеки, да, мы в исламе, а лаберсе, и будем в исламе. У нас есть, да, там, какая-то численность, да, увеличивающаяся со временем. Ну, язык и территория, и качество территории, да, чтобы песок, грубо говоря, даже в дом не задувало. Просто элементарные проблемы. Поставить тополя, например, да, вокруг дорог. Какую-то систему, значит, мелиорации создать. Чтобы антиразийная система, грубо говоря, да, чтобы ветра не сильно, например, не так дули. Это же просто на уровне агрономов районных это можно спокойно сделать. Через 20-30 лет у вас какие-то топольки уже вырастут, и уже постепенно-постепенно земля будет отдыхать. Да, куда-то кошары, хотя бы какую-то маленькую долю кошар перевезти, например, не знаю, куда-нибудь западнее или северо-западнее. То есть как-то хотя бы это все распределить. Желательно, конечно, вообще убрать. Ну, я просто не знаю, почему эти вопросы не ставятся. Это уже вопрос к местным, вопрос к властям, вопрос к самому народу. Я тут не могу комментарии какие-то дать больше. Ну, я, брат, смотри, тебя, брат, специально не перебивал, потому что ты абсолютно правильно говорил. Те же самые вещи мы сами себе друг другу говорим. Уже около года существует наш чат. Ногайский. Даже чуть больше, полтора, может, даже года. И смотри, как получается. Мы очнулись, понимаешь? Мы только начали просыпаться. Вот, например, я, да, вот те проблемы, которые ты знаешь, я еще два года назад их совершенно не знал. Понимаешь? И то же самое нагайцы. Те, которые жили там, да, молодые, вот приблизительно моего возраста, здесь моих одноклассников, кстати говоря, много, 77-го года. Они там жили, там было все нормально. В конце 90-х годов, некоторые в начале 90-х годов даже уехали, в 2000-х годах в начале уехали, да, более-менее нормально было. Они приехали сюда, здесь начали зарабатывать нормальные деньги, укоренили, взяли там кредиты, ипотеки там, все остальное взяли. Они фактически здесь живут. И только сейчас вот уже, когда очухвались люди, когда начали оглядываться, ну, то есть они решили свои финансовые проблемы более-менее, покушать там, одетство там и так далее, да, детям образование дать. И только сейчас мы начали оглядываться, что у нас творится. Отворятся реально ужасные вещи, которые ты перечислил. Ну, может быть, я оправдываюсь, может, я говорю, да, но нагайцы, аль-хамдул-ля, очень дружно много чего провели. Например, сахарный завод. Сахарный завод хотели открыть. Да, слышал, слышал. В Ногайском районе, да, и единственное, это нагайцы. Почувствовали своим мозгом, да, мудрецы наши нашлись. Отказались от этого проекта, какие бы он выгоды нам ни сулил, да. И, аль-хамдул-ля, там целый съезд проводили по этому поводу. Нагайцы всей России, и со всего мира даже приезжали там на этот съезд. Мы отбились как-то от этого сахарного завода. Потом других на соседних регионах начали делать. Пожалуйста. Сейчас вот на, сколько там, ну, на миллиарды рублей техника просто на улице валяется, новая. Арестованная Россельско-Лазмашка. Ну, банком, врачи говоря. Понимаешь? Другой вариант. В 2017 году, вот, ты говоришь, недавно, да, проявили такой большой съезд по поводу земель, которые хотели, вот, вот есть же так называемые земли отгонного животноводства, которые сейчас круговичные используются. Правильно? Да, да. Их, их хотели узаконить. То есть там уже поселение, по идее, есть уже. Незаконное поселение есть. Понимаешь? Люди бедные там живут без школы, без света, там, без ничего, там, все, старые, старые, да, живут, но они уже привезли семьи, они там уже там конкретно живут. Понимаешь? Многие даже в школах не учатся, можете представить, в каких условиях они живут. Вот, да. Их хотели узаконить. Если бы их узаконили, все, смерть пришла бы этому нашему Нагайскому народу, и народу, и району тоже. Максимум через 10 лет. Мы и от этого сумели отбиться. Понимаешь? До этого уже у нас целое поколение умерли даже, поколение, которое боролись за нашу Нагайскую степь. Понимаешь? Ты просто не в курсе. Я сам тоже, кстати, недавно в курс только вошел это дело. Вначале тоже как-то, ух ты, боевитое. Вы что, ты, Нагайцы? Но я про Завод я слышал, про Завод я слышал, да. Да, вы Нагайцы или не Нагайцы? Вы что творите? Давайте гордость свою пойдем. Давайте пойдем войной, там, такие вещи предлагаем. Ну, радикальные как бы вещи предлагал, да? Ну, а потом, когда послушал старых людей, там, те, которые опыты же имеют, да, я понял, что как бы не то, что это не моего уровня, как бы, да, я только могу помочь им словом, делом, там, видео свое могу выпускать и так далее. Работает, брат, работают. Альхамдуля. Но я, вот это то, что отрезок времени, когда ты говорил именно про Нагайцы проблемы, обязательно вырежу и отдельным видео отправлю Нагайцами, иншалах, чтобы они послушали. Да, это очень, никто на тебя обижаться не будет, это сразу говорю. Это критика воспринимается очень хорошо, и тем более ты от души сказал. Савол, брат мой. Казах Ильяс, братишка мой. Конечно. Я еще вот хотел сказать, да, вот как бы подытожить, если чтобы от разговор. Вот мне понравилось, я вот один фильм смотрел авторский, там, 20 режиссеров, короче, снимали один фильм двухчасовой. Вот он называется «У каждого свое кино». У действительно, у каждого человека внутри, у каждой нации, у действительно, у них каждого свое кино, у каждого свои глаза и свой неповторимый опыт, да. Если ты опыта этого не знаешь, если ты просто видишь, как он тебя ругает в интернете, ты его в глаза не видел, ты с ним не общался, да, и уже, значит, в твоих глазах об этом народе уже сложились определенные стереотипы. А если ты это видишь уже постоянно, не зная этих людей, почему они это пишут, да, не зная их всю историю, да, что они чувствуют, что они, чем они каждый день сталкиваются, может, они вообще там, у них там по 5-6 детей, они без работы сидят, да, и у меня онкогенокова вот эта вот желчка, вот говорю, выплеснуть, да, что у них скатилась душа. То есть, ну, это к утрирую, говорю, у каждого все разные ситуации, может, могут быть. Поэтому призывал бы братьев не делать выводы, да, о нагаях, о казахах, об узбеках, там, о каких-то там татары-башкиры, я знаю, тоже проблема есть, что очень сильно спорят, да, за свое культурное наследие, значит, за то, что кто там татарин, кто башкирин, там, переписывают людей, говорят, там, Башкар-тостани, там, мы с татар-башкир делаем. То есть, эти проблемы нужны, нужно решать именно на представительном уровне, то есть, создавать инициативные группы и уже общаться на эту тему. Нельзя просто вот так вот огульно давать людям, особенно горячим головам, вот это все изливать, всю эту желчь, это может вообще аукнуться, не то, что нам, о своих детях, внуках подумайте, с чем они столкнутся, да, они еще даже не родились, да, вы им уже проблемы создаете. Так что, я думаю, к этим нужно проблемам относиться очень деликатно. Вот хотел бы к этому братьев призвать. Особенно мы муслим, мудасабр делать должны, спокойно к этому всему относиться, да, и думаю, все хорошо у нас будет. Да, с чем-нибудь все хорошо. Да, иншаллах. Ты очень умный человек, похвалю тебя, аль-хамдул-ля, даже открытие для меня. Я так-то видел по твоим сообщениям, что ты достаточно развитый. То, что настолько глубоко развит и мозгами, но это мозг, знаешь, для меня это важно, конечно же. Я не умею с глупыми людьми общаться, да, но это не основное. Основное все-таки душа, основное то, что сердце твое, то, что умеет вмещать любовь не только к своему, там, допустим, к своей семье, но и к своему народу. Не только к своему народу, но и братскому народу, допустим, ко всему человечеству и так далее. Аль-хамдул-ля, на этой прекрасной ноте, иншаллах, закончим, наверное. Конечно, устал у нас, скорее всего, у тебя первое интервью. Рахмет, бекбула тага, здоровья вам, вашей семье, успехов в вашей работе, да, чтобы меньше жалоб было от разных наций, чтобы вы их оскорбляете. Иншаллах, будем стараться, конечно. Да, слава бонус. Давайте, ассаламу алейкум, варахматалла, баракат. Алейкум ассалам.